Всем привет! Мы на канале 13 пор. Здравствуйте. Я уже сразу замолкаю, потому что дети у них уже это идет, идет, идет. Добрый обед, можно сказать, всем. Все, кто дома сели пообедать. Я только хочу вставать. Время сейчас 12.53. Еще никого дома нет. Василиса на больничном. Анюта со Снежаной на каникулах только пришли от бабушки с дедушкой. У Василисы сегодня смотрела в группе. С утра три человека уже написали, что болит голова, болит горь. Никаких признаков других нет. Болит голова. Все болеют с головной болью, и дети остаются дома. Мы тоже сидим дома. У нас сегодня гречка с подливом и с сосисками. Такая неполезная еда. Также у нас яйцо вареное. Разрезанное пополам. Потертый сыр Дружба с чесночком со сметаной. Сверху уложенный. Тут салат. Вчера его никто не стал есть. Я уехала, убрала, в холодильник сделала. А если я из холодильника не достала, то все. Значит, хлебушек и домашний компот, который только-только сварился с черешни. Осторожно. Не горячий, дочь? Остыл? У меня-то еще горячие у вас кружечки маленькие. Приятного аппетита всем, кто с нами кушает. У нас Костя в больнице. Сейчас опять звоним. Не могу дозвониться. Не знаю, что. Но завтра еду. Вчера положила. Тот, кто нас смотрит на всех каналах, уже знают. Вчера положила. Завтра еду опять к нему. А потом только понедельник, вторник. Уже до выписки. Потому что очень далеко. Приходится в Краснодар ездить. Это три часа езды от нас. Дальше. Мама, Алина, чего они печеньки есть? У нас только в шкафу езжет много печенек. Какие печеньки? В большей коробке. Это же рожки, дочь. Это большие рожки. Это большие рожки. Кушай. Это большие рожки, которые наполняют мясом. Это будущая еда наша. Давно не готовили гречку вот так с сосисками. Сегодня подумали, что быстренько сделать. Опять спрашивают люди, как мы пришли к единому мнению, чтобы переехать. Уже много раз об этом отвечали. Отвечали на этот вопрос. Я сразу... Я послушаю, что Иван ответил. Я же сейчас буду неправду говорить. Я Свете сразу сказал, давай переедем на юг. Она говорит, нет. Хочу на север. Хвала, да. Когда у нас была возможность, я Ивана уговаривала переехать. Он сказал, нет. Мы хотели в сторону Дальнего Востока. Он хотел в сторону Дальнего Востока к родителям. К морю хотел. Мне очень плохо было там, в Бурятии, с Асмой. И Иван хотел переехать к родителям. Ванина там море. Он очень его любил. Ну, когда мы туда съездили... Вот, допустим, на юге мы живем. Для местных жителей наш дом очень маленький. У нас даже вот буквально два дня назад опека была дома. Да, у нас очень чисто. Да, у нас детки ухожены. Да, у нас кушать есть. Но дом маленький. А по меркам Дальнего Востока у нас дом большой. То есть такое разное понятие. И мы когда поехали искать дом Ванина, и когда мы пошли искать, цены сумасшедшие. Очень сильно. Дело в том, что Ванина портовый город, и в нем есть где работать. Туда люди приезжают на работу из-за границы. Поэтому там цены очень дорогие. Вот стоит сарайка на два хозяина. Вот сарайка. И меня, когда друзья привезли, показали, я сказала, это был последний уже такой пик. Я говорю, нет. Меня даже дети не поймут, зачем мы сюда переехали. Во-первых, дом такой. Во-вторых, это в глубинке Ванина все-таки. Как сказать. До центра далеко. Это небольшой город. Мы потом остановились на квартире. Была большая квартира. Очень большая. Большой коридор здоровый. Примерно сколько на сколько коридор? Может быть, шесть на шесть. Шесть на шесть, к примеру. Да? Что точно? В том доме? Нет. Шесть на шесть, к примеру. Такой коридор большой. В квартире. И вокруг комнаты. Две лоджии большие. И Иван вообще квартиры против был. А я раньше хотела жить, когда мы жили в Бурятии, там были холода и очень тяжело было с насосами. С котельными. С насосом и с котельным совсем было. Совсем тяжело. Совсем было тяжело. Особенно, если выключат свет. И особенно, если Ивана никогда нету дома, а тебе в восемь утра на работу, в семь, в полвосьмого ты выходишь, столько детей дома, в пять утра ты встаешь, все это чистишь, топишь. Я об этом уже не раз рассказывала. Поэтому я ужасно хотела жить в квартире. Он ни в какую не хотел жить в квартире. И всячески со мной боролся с этой мыслью. В принципе, мы жили в квартире, пока дом не приобрели. Мама. Да. Ау. Почему мы в доме оставили часы в виде солнышка? У нас такие часы были, да? Я уже не помню, дочь. Ну, оставили. В своей комнате. Ой, да мы уже столько, дочь, а там оставили. Ну, в общем, Снежана вспомнила про какие-то часы. Я их не помню. Василиса, налей, Анюта, у тебя тут горячее. Встань, пожалуйста, дай мне графин тоже сюда. Давай. Анюта, давай, дай-ка, смотри. Ой, горячее. Так. Так, я со своего тебе налью. У меня уже более-менее остывший. Хорошо? Ой, много, наверное, налила бы. Да, допью. Хорошо. Ну, и в общем, когда мы туда приехали, когда друзья нам посоветовали, ну, помогали, очень сильно друзья помогали искать жилье. Ну, все варианты вот такие были. Я сразу сказала, говорю, дети не поймут. Даже стали заключать сделку с квартирой, но тоже Иван, смотрю, грустит. Я говорю, а ты что грустишь? Он говорит, я не хочу в квартиру. Я говорю, значит, собираемся и поехали домой. И когда мы приехали домой, я ему сразу сказала, давай переедем. Поехали в тепло. Он даже слушать не захотел. Мы, значит, остались дома. Очень многие деньги у нас поразошлись на разные нужные дела. А на следующий год Иван говорит, поехали. Вот оно. А я-то сразу, как услышала, поехали. И мне все равно было, поехали. Вот все. Есть до того момента покой был, потеря. А мама не понравилась в том доме, потому что там была наша личная, Санюта, кровать. Там была комната, где можно... Остановись. У тебя что, сейчас нету личной кровати? Есть. А что тогда ты? У тебя что, нету личной комнаты? У тебя комната вдвоем с Анютой. А что ты тогда? Ты сейчас наболтаешь? Им просто там второй этаж нравился. Вот они со вторым этажом с этим. Потому что мы никогда туда не поднимались? Почти. Нет, у нас там была гардеробная комната, но гардеробную комнату мы там новую построили. У Ивана там все. И мы поэтому поднялись в эту... Поэтому я часто туда поднималась, у меня там были детские вещи в этой гардеробной комнате. У Ивана была большая комната. Да. А теперь у мальчика больше, а у нас маленькая. А ты-то не жила на втором этаже? Ну, я-то я не спала на втором этаже. Ну, в гости к Ульяне ходила. Угу. А так-то ты там не жила. Там жили взрослые дети. Я там жила. Там такая вот, как в ульяне, я комната была в комнате. Там как натопишь. Можно на полу лежать. На втором этаже. Ну, и Владик постоянно. А-а-а, не надо больше топить. Это маме всегда, мне всегда мало. Топить, топим. Лучше в окна откроем. Давай, 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 давай. Была бы тут сложность, я помню. Как переехать, на чем переехать. То ли все бросить из чистого листа на 5, то ли на машинах, то ли на поезде, то ли на самолете. Вариант бы было, да? Ну, мы это все рассказывали. Ну, да. Вчера роллы у нас, мукбанг был. И сейчас, смотрю, некогда было заходить еще. Приношу свои извинения. Вообще, три дня не захожу в YouTube. Некогда совсем. Поэтому... Что ты хочешь? Салфетка. Поэтому он... Давай, старелочку, давай. А, не салфетка. А, салфетка. Поэтому, извините, пожалуйста, если видите, что я не отвечаю. Вообще, три дня не заходила. А в YouTube вообще некогда было. Ну, и говорят, что вот роллы, наверное, что-то в них подливают, чтобы там... Чтобы их хотелось. А вы знаете, нет. Вот даже торт дома делаешь. Суши торт. И его хочется, и хочется кушать. Хочется, и хочется. Он вкусный такой. Поэтому. Ну, а вообще-то могут добавлять, да. Ну, вот я даже смотрел, и там, передачу, вот этот глюкомат, или какая-то добавка. На улице людям дают, пробуют, ну, якобы, это, продукт там, пробуют, и вот, ну, какой вкуснее. И брали хороший продукт, там, нормальный продукт. И брали там чуть ли не хлеб, просто хлеб моченый вот. Ну, поливали вот этим глюкоматом. И человек с закрытыми глазами пробовал, во-первых, тушенку. Эту тушенку, хлеб просто в глюкомате. И говорил, ну, вот эта тушенка лучше, как глюкомат. Вот, где картонку. Я не знаю, может быть, постановочное видео. Вот так вроде серьезно было показано. Ну, как, а я думаю, он же чувствовал, что это. Да вот именно, что я сам был удивлен. Они все хлеб ели, вот этот мокрый какой-то. Глюкоматом говорили, вот эта тушенка самая лучшая. Что-то там добавили. Вкус просто сделали. Вчера Елена пишет, Ванька, мало чудо, сообразил, что-то не то ляпнул. И давай ему рвыкать возле мамы, да. Ваня, он говорит плохие слова. Он вчера, кстати, меня отразнил. Я еще думаю, Ваня, говорю, люди не так поймут. Мама плохие слова. У него есть такая привычка. Кто это сделал? Ваня, зачем ты это сделал? Это мама сделала, мама сделала. Специально так говорит. И вот он вчера двойняшки. А он букву Д иногда заменяет и болтает с ним всякую ерунду. Поэтому и целуется. Вы будете смеяться, но я не люблю роллы. Ну, почему смеяться? Я тоже раньше не любил. Да и вообще о вкусах не судят. Поэтому. Анюта молодец. Раиса Аршинова пишет. Возрослеет. Интерес ко взрослой пище проявляет. Так пищевые привычки и формируются. Ну, да. Ванечка ласковый. Да. Еще интересно. Все дети придут, поцелуют. На ночь идут все. И Ульяна, и Василиса. Все идут, идут. А он придет, поцелует. И свою щуку. Да. То есть пока ты его не поцелуешь, в ответ он не уйдет. Он один так целуется. Еще и со мной сейчас еще его надо поцеловать. Он меня поцелует. Еще руку. Да. Обязательно надо руку подать. Потому что к дедушке подходит целоваться. Мы его учим, что с мужчинами надо за руку. И с папой, и с мужчинами. А он вот продолжает все поцелуйчики свои. Пять часов. С добрым утром. Смотрю ваше видео. Прям есть захотелось. Здравствуйте. Ну да. И кота смотришь, когда другие кушают. Никаким. Здравствуйте, семья. Приятного аппетита. Ника, здравствуйте. Каждый день, каждый раз видим ваши комментарии. Спасибо вам большое. Маленькая деревня. Ника пишет. У нас тоже потеплело. Капель. Ой, да сегодня охота. Вот когда на улице тепло становится. Кажется, дома такая грязь, да? Хотя дома идет каждый день уборка. И трём, и трём, и трём. Вот это солнышко. Сразу хочется всё снять. Ещё. Я тебе свой уже не отдам. Тот-то на рыбалку сегодня пойдёт. Это... Ну, ещё захочешь, ещё налю. Просто горячий или нет? Хочется прям всё-всё снять. Хочется окна мыть. Хочется шторы стирать. Хотя нету такого, что мы шторы только по сезону стираем. А всё равно всё хочется делать. Скоро время будет улицы. Мне вот это вообще время нравится. Детей укладываем со Светланой на улице. Вечерами, вечерами. Вечерами тепло. Зим, тишина. Разговариваем. А ещё раньше любили сончас. Да, ну сончас это отдельная история. И я всегда говорила, надо тому, кто сончас создал памятник поставить. Всё, у нас сончас дома закончился. У нас сончаса больше дома нету. Ага, прыгает сюда. Ника пишет. Вот вчера, помните, Снежану, Анюту, мы разговаривали? Сходи её туда. Убери, позови её туда. Запусти её. А то будет час. Пришла Моника и прям прыгает в окно. Открытое окно слышит наши разговоры. У нас животные, если они пришли, их надо запустить. Всё. Никаким пишет. Тётя Ника пишет. Света, я близнец. Помнишь, вчера разговаривали про двойняшек? Света, я близнец. Но мы с сестрой сейчас не так похожи, как в детстве. Тоже тётенька из двойняшек. В общем, не знаем, почему от Кости тишина. А вот буквально Тамара Кабусь. Здравствуйте, Тамара. Одну минуту назад написала. Здравствуйте, дружная, красивая семья. Приятного вам аппетита. Обожаю роллы. Поздороваемся? Тамара Кабусь. Здравствуйте, Тамара. Тётя Тамара, да? Ванька чудо. Да, Ванька чудо. Она сама дели чудо. Всё, уже накушались. Снежана яйцо расковыряла, сложила. Всё. Наелась всё. А яичко-то не горькое. Здесь один зубчик чеснока и четыре этих, шесть, пять. Пять сырков. Один зубчик чеснока и пять сырков. Ну, не горькое. Ой, да ладно. Чё, будем прощаться? Да, давайте. Спасибо, что были с нами. Мы сегодня кушали гречку с сосисками и яйца с чесночком. До скорой встречи, друзья. Спасибо большое. Всем пока. Пока-пока всем.